Профессионалы среди любителей. В день физкультурника, который прошел на стадионе труд, номинальные хозяева праздника, игроки команды «Водник», в полном составе погрузились в перипетии спортивных событий. Для начала отметились благодарностями от руководства региона. Затем перешли от хвалебных слов к делу. Взяли в руки клюшки, правда флорбольные. В соперниках – сборная области по зальной разновидности хоккея. Год назад в аналогичном товарищеском матче «Желто-зеленые» уступили многократному чемпиону страны команде «Помор» со счетом 4-8. На сей раз поле битвы было перенесено из норд-арены на искусственный газон. Так и болельщиков больше, и шансы несколько уравнялись, что игроки «Водника» и доказали, одержав верх со счетом 1-0. Отличился Никита Вещагин. Впечатлениями от матча поделился новобранец команды, чемпион мира Янис Бефус. Первый раз вот так на площадке играем. Ну и, конечно, газон не тот, да, для флорбола. Ну, интересно, и поиграть с командой, говорят, что она хорошая. Очень интересно. А вы вообще в «Динамо» уделяли внимание флорболу именно? Ну, играли, может, пару раз так на сборах тоже, в предсезонах, ради таких каких-то игр, чтобы, ну, были у нас занятия. От флорбола ледовая дружина наконец-таки перешла к хоккею. Правда, с шайбой, да еще и в миниатюре. Игроки дубля попробовали свои силы в настольной версии игры. Этот вид дебютировал на дне физкультурника. Представлен «Водник» был и на церемонии награждения. Только вот не хоккеистами они до финала не дошли, а наградной атрибутикой. Призеры получили абонементы на домашние матчи «Желто-зеленых», а победитель – Денис Кусельников – памятный альбом «Водника» с автографами игроков. Северодвинец, кстати, одержал верх на турнире не случайно. В свое время он даже в секции настольного хоккея занимался. В детстве мы играли в настольный хоккей очень много в школе. Соответственно, детская мечта воплотилась в какой-то степени. И вот взрослые дяди на новом хоккее, стиге, которая позволяет показывать мастерство, скажем так, очень ранжировать по силе игроков. Что касается игроков «Водника», то до родной стихии льда они не дотянули каких-то 10 метров. Лидеры команды Евгений Дергаев, Александр Антонов и Янис Бефус расположились у крытой ледовой арены, дабы одарить всех желающих фотокарточками с автографами. Памятные сувениры брали все от мала до велика. Тем более, когда еще вот так запросто с чемпионами мира пообщаешься. Очень приятно встретиться с членами команды, поговорить. Они здесь открытые, они здесь такие близкие. И вот этот автограф обязательно отправлю своим друзьям, которые, к сожалению, живут уже за пределами Российской Федерации, но до сих пор болеют за нашу команду «Водник вперед». Впереди у «Водника» новый сезон. Хоккеисты уже приступили к тренировкам на льду. Однако в день физкультурника этот лед они предоставили горожанам. Массовые катания на праздники спорта были бесплатными. Я думаю, что это очень здорово. Летом как раз подготовка к зимнему сезону. Снова вспомнить о спорте, как он полезен, что здоровье – это самое главное, а спорт – это все-таки здоровье. И надо им почаще заниматься. В этот день физкультурой и спортом наравне с хоккеистами позанимались более полутора тысяч северян. Хочется верить, что подобные встречи игроков с болельщиками и не только будут происходить как можно чаще. Кому еще, если не профессиональным спортсменам, подавать пример здорового образа жизни? КОНЕЦ